Приветствую вас и, отвечая на вопрос о том, как себя вести, нужно в первую очередь сказать так. Коллега достаточно резонно отметил, что очень важна точка, с которой все началось. Я немножко расширю его ответ и скажу, что важен даже не тот момент, с которого началось такое поведение вашего мужа, а важно то, какие обстоятельства, какие ситуации, какие условия происходили у вас и были в наличии непосредственно предшествующие тому, что произошло с вашим мужем. В зависимости от этого и нужно себя вести. Если вы, например, знаете, что у вашего мужа, или как-то попытались, скажем, узнать, что у вашего мужа есть определенные проблемы, да, если у вас есть информация о том, что муж сейчас переживает определенные трудности, да, то в таком случае, в таком случае, можно и нужно говорить о том, что у вас самым правильным поведением будет то, что вы сейчас немножечко перечтете, вы сейчас немножечко успокоитесь и постараетесь своего мужа поддержать, постараетесь своего мужчину как-то подбодрить, постараетесь реагировать на его поведение спокойно, выдержанно и так далее, и постарайтесь пережить этот кризис. Кризис, который в данный момент времени имеет место быть у мужчин. После этого он обязательно поблагодарит вас за то, что вы так ему помогли, за то, что вы помогли преодолеть ему трудное время, и, собственно говоря, он исправится, он будет вести себя иначе после того, как кризис закончится. То есть тут почти понятно, да, нужно немножечко потерпеть. Следующий важный аспект, который имеет место быть, заключается вот в том, если никаких трудностей нет, и у вас в последнее время были определенные ссоры, определенные конфликты, ну, просто чисто на бытовом уровне, допустим, даже на бытовом уровне, то, скорее всего, мужчина просто начал радаржироваться в вас, как в женщине, и в этом случае вам необходимо понять, что мужчина раньше от вас получал, что мужчина раньше видел от вас в вас, и для этого, для того, чтобы вновь нашел это получать, главное, нужно свое поведение и изменить. Кстати говоря, по поводу изменения поведения, я бы еще уточнил так. Ваш муж, имея, вот, при условии, если у него трудности, имея определенные проблемы, сам определенно с ними не справляется, он не может с ними справиться сам. Ну, в противном случае не было бы такой реакции. И это означает, что, возможно, ему нужна помощь. Постарайтесь продумать, как можно организовать ему помощь и помочь, если вы можете это сделать. Уверен, в этом случае он будет вам только благодарен. Следующий важный аспект. Дать ему то, что он хочет, мы с вами разобрали в общем и целом, собственно говоря, двигаемся дальше, и говорим о том, что у вас ничего не происходило, ничего плохого, вы не меняли своего поведения, мужчина вроде бы тоже ничего не менял, а потом внезапно он все-таки начал вести себя иначе. В этой ситуации, в этом случае, можно говорить о том, что у мужчины начали трансформироваться чувства к вам. В подобной ситуации любое давление на него, любая негативная реакция, переведет трансформацию в негативное русло, переведет трансформацию в отрицательное направление, что не приведет ни к чему хорошему в ваших отношениях. Поэтому, если так, позвольте ему побыть немножечко не с собой, вообще никак к нему не прикасайтесь, никак его не трогайте, постарайтесь, чтобы он просто-напросто побыл в одиночестве, переосмыслил свои к вам чувства, и по истечению какого-то времени он вам обязательно расскажет о том, к чему он пришел, что он решил, чего он хочет, какое будущее он видит в ваших отношениях, ну и так далее. Но при всем при этом, при всех этих аспектах, важно понимать, что вам нужно защищать свои интересы. Если мужчина, если мужчина, имея свои проблемы, имея свои трудности, переносит как бы их на вас, то это, безусловно, очень и очень плохо. Это говорит о том, что мужчина, мужчина, не очень-то сильно вас уважает. И это, в свою очередь, свидетельствует о том, что, простите, мужчина не боится вас потерять. И вот этот момент, он очень плохой. Потому что, если мужчина, не боится вас потерять, это, означает, что он вам не дорожит. Если он вам не дорожит, значит, недостаточно ценит. и вот тогда вам нужно откровенно защищать свои интересы, как? Ну, на самом деле, достаточно легко. Обносясь к пониманию, обносясь к пониманию, прошу прощения, к его проблемам, вы не позволяете ему, ну, в общем-то, пересекать ваши границы, ваши личные границы. Это очень плохо, это неправильно, это недостойно, вообще говоря, мужчины. И вот в данный момент нельзя спускать на тормозах. Его нельзя как-либо прощать. Если потребуется, вы можете сказать мужчине, что вы от него уходите, что вы не собираетесь с ним быть, что вы не собираетесь терпеть такое отношение. И если, показав свою решительность, вы не увидите у мужчины страха вас потерять и соответствующего поведения, бах, то можете говорить о том, что человек, ну, просто-напросто перестал испытывать к вам чувства. В этой ситуации вам не построят с ним никаких взаимодействий. В этой ситуации вам не имеет смысла что-либо для человека делать, потому что, ну, потому что он все равно не оценит то, что вы делаете, он все равно этого не примет, он все равно этого как-либо не увидит и не будет идти вам навстречу. В таком случае, брат, ну, понятно, что с этим человеком ваши отношения в себя изжили и их не вернуть. с другой стороны, если мужчина испытает страх вас все-таки потерять, с другой стороны, если мужчина все-таки испугается того, что вы уйдете, что в такой ситуации, в таком случае вам нужно говорить о том, на каких условиях вы готовы к человеку вернуться, сказать ему о том, что вы не собираетесь терпеть в дальнейшем такое отношение. Если у человека проблемы, пусть он с ними разбирается сам, но если, эти проблемы касаются вас в негативном ключе, а они, судя по всему, касаются вас именно в негативном ключе, то нельзя говорить о том, что человек как-то вас уважает. Без уважения нельзя построить какие-либо отношения в принципе вообще. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. субтитры создавал DimaTorzok,